Всем привет! Шакшука это популярная ближневосточная яичница. Вот ее сегодня я приготовлю. Сделаю некую разновидность. Она будет обусловлена двумя ингредиентами. Перчик халапеньо. Пробую его остроту. Острота средняя, но обалденно ароматный и очень сочный. И это здорово. Яйца могут быть любого сезона. Вплоть до зимних. А вот помидоры должны быть только летними и спелыми. Сегодняшняя шакшука отличается от обычной не только перчиком халапеньо, которая придаст очень хороший оттенок вкусовое. Но еще и булгур я добавлю. Ну я не знаю, может еще кто-то так делает, а может никто не делает. Ну, теперь может быть кто-то сделает. Две столовых ложки булгура. Ну, в общем, режу ингредиенты, так как вы видите, некрупно. Ну, не то, чтобы сильно мелко, но некрупно. Вот эти два красных перчика, гагашары, молдавская разработка секретная, ну вот в Москве они иногда бывают. Так же, как и халапеньо. Вот сейчас летом они есть на рынке. И эти перчики тоже очень хороши и тоже очень сущные. Использую их. Ну, в общем, блюдо будет очень вкусно, это очевидно. Ну, 4-5 долек чеснока и луковицу. Это подготовительная, рутинная работа. Ну, не то, что я не люблю заниматься ею. Занимаюсь так, автоматическом режиме. Помидоры были в кипяточке, потом в холодной воде, и ошкуренные они. Режу тоже как-нибудь, но главное, некрупно. Что еще? Ну, нет, яйца резать не буду. Ну, вот я люблю этот момент, когда все подготовлено, нарезано. Можно, собственно, начинать готовку, которая займет, ну, минут 30. Может, даже меньше. Растительное масло. Начинаю обжаривать лук. Ну, сначала максимальный нагрев и минуты 3-4. За это время лук становится прозрачным. Или почти прозрачным. Кладу все перчики. Гагашары, обычный сезонный зеленый и халапеньо. Который родом из Мексики, но он очень хороший. Я из него тоже, кстати, делаю аджику зеленую, уже сделал. А красную, типа грузинской, грузинскую. Ну, сделаю вот, скоро. Нагрев я сбавляю до среднего и готовлю содержимое сковороды. Периодически помешиваю. Ну, пока перчики не станут более-менее мягкими. Или более мягкими. Вот я даже не пробую вилкой. Прямо ощущаю вот этой лопаткой, что они стали помягче. Кладу чеснок. За окном что-то где-то кто-то строит. Сейчас закрою окно, чтобы грому было поменьше. Чеснок жарился минуту. Все смешал, перемешал. Добавляю орегано. Ну, десертную ложку, может чуть меньше. Кладу помидоры. И булгур. Две столовые ложки. Солю. Ну, одна-две чашки кофе. А, нет, не кофе. Кипяток, просто кипяток. Ну, так вот, чтобы булгур был во влаге. Убавляю нагрев до слабого. И готовлю под крышкой. Через 10 минут проверяю ситуацию. Булгур стал алденте. Пробую вкус. Не кислит. Помидоры спелые, очень спелые. Поэтому не кислит, не кислит совершенно содержимое. Добавляю зелень. Она может быть любая, на ваше усмотрение. А может быть, на мое усмотрение. И кладу яйца по одному. Нагрев сейчас самый слабый. Ну, сколько сюда? Ну, можно 4 яйца, а можно 6. Можно 5. Ну, вот содержимое, я скажу, этой сковороды, ну, это примерно на троих, а то и на четверых. Ну, в очень, в особо тяжелых случаях. На двоих. Посолил яйца, накрыл крышкой. Дырочку в крышке тоже закрыл. Что не обязательно, впрочем. Где-то 5-6 минут, чтобы белок побелел, стал белым абсолютно. А желток, на ваше усмотрение, он может быть полужидкий, а можете довести его до более твердого состояния. Прошелся черным перчиком, и все. Так и подают шакшуку на стул, потому что красиво выложить ее не получится. Это полужидкое блюдо. Ее едят, обмакивая лепешку, например. Это здорово и очень вкусно. Рекомендую. Всем приятного аппетита. Пока.